всем здравствуйте как вам такая красота девочки красотень правда я сегодня утром проснулась конечно у нас вчера было много снега уже и вчера и позавчера снег лежал и деревья вот такие красивые стояли но сегодня еще больше снега нападала я сегодня проснулась в таком шикарном настроении когда выглянула в окно это было что-то как же я люблю такую погоду просто обожаю я бы вот на эту красоту я не знаю любовалась любовалась но я думаю вам видно за моей спиной какая красота это же просто вот словами не описать какая это красота а сегодня еще помимо того что так красиво еще и очень-очень тепло солнышко правда так изредка выглядывает но тем не менее ветра нет и прямо вот наслаждаюсь я в сосновоборске так-то если чего я забыла вам сказать обалдел от этой красоты забыла вам сказать что я в сосновоборске девочки я приехала в парикмахерскую буду сейчас наводить красоту а потом после парикмахерской хочу прогуляться немножко прогуляться с вами поговорить это просто я сейчас рано приехала еще не к своему времени поэтому вот скажем так время убиваю гуляю по аллейке возле того дома куда мне идти парикмахерскую надо ну и заодно так сами немножко болтаю солнышко глаза мне светит за тучки но так слегка поэтому щурюсь но я хочу чтоб вам видно было вот эту красоту дома то че показывать все белым бело я опять я опять хочу вам про котиков рассказать надоело конечно наверное я вам уже с ними без них никак девчонки правда хотела просто сказать что для нас то красота до меня лично любуюсь наслаждаясь а для сим очки моей испытания каждый день испытание и вот я не знаю что с ней дело девочки может вы мне посоветуете что то но не ходит в лоток и все у я уже что только не пробовала делать и водички туда подливала и все но не ходит никак не ходит а на улицу идти это целая проблема она бегает бегает возле двери бегает бегает я вижу что она хочет туда на улицу я только ее взять и вывести она тут же вырывается бегом бежит наверх на второй этаж потом снова бежит вниз и вот пока уже видимо терпение у нее не лопается она все вот так вот бегает как только уже все чувствует что уже терпение нет тогда бежит на улицу так жалко мне ее правда очень жалко но я не знаю что делать она не ходит в лоток что делать не знаю девочки вам уже хочется нового года я как-то всегда к новому году относилась спокойно ровно когда-то еще по молодости как-то вот я ждала новый год хотела этого праздника в последнее время как-то не знаю как то мне ровно я к нему дышу вот но в этом году следующий вернее год это мой год будет не знаю возможно по этой причине возможно и нет но почему-то в этом году я прямо жду этого праздника прямо мне хочется этого праздника не знаю как будет ближе к празднику ближе к декабрю ближе к новому году но пока хочется пока вот настроение прямо вот праздничная кстати я же сегодня в своем любимом пальто очень его люблю прям обожаю это пальчика такое она комфортная уютная тепленькая прям очень его люблю так ну что пора мне пора погуляла время свое пошла наводить красоту но я с вами не прощаюсь мы с вами еще увидимся что это что и и и и и и и и и девочки ну что как вам моя причёска стрижка конечно осталась прежней немножко так в районе челки мы поэкспериментировали. Так, сейчас подождите, сориентируюсь, куда мне идти. Вот сюда. А цвет волос, перчатки одену. Слушайте, пока я была, ой, пока я была в парикмахерской, сколько времени прошло? Сейчас красоту покажу. Подождите. Смотрите, как красиво. Посмотрите, какие ёлки. Пушистики, такие красивые стоят. Ой, какая красота. Солнышко садится. Ну так вот, продолжим. Пока я была в парикмахерской, на улице похолодало. Причем так приличненько похолодало. Сейчас я настрою. Телефончик. Ой, за моей спиной какая красота. Правда? В общем, похолодало. Снежочек так слегка пробрасывает. Мелкий такой. Так вот, про чёлку. Чёлку немножко мы по-другому подстригли. Немного изменили цвет волос. Сделали более ярким. Чуть-чуть добавили еще вот этого тона. Оттеночного, так скажем. Он был слегка розовый у меня. Теперь чуть-чуть потемнеет. Такой фудровый какой-то цвет. В общем, пыльная роза. Какой-то вот такой получился цвет у меня. Вот. И что я еще хотела сказать вам. А, и в следующий раз, когда я приду в следующий раз уже на стрижку и на покраску, мы решили поменять еще цвет волос. Я предложила Олесе корни мне сделать шоколадными. Ну, что-то мне так захотелось. Корни сделать шоколад, а верх оставить вот такой же. Темнокоралловый она называет этот цвет. Вот так она его называет. Ой, девочки, смотрите, как красиво. Сейчас покажу. Сейчас найду я это дерево. Вау, посмотрите, какая красота. Посмотрите. Сзади меня, видите? Это что-то вообще, волшебное что-то. Я прям как в сказке в какой-то нахожусь. Посмотрите, как красиво, правда? Вообще просто обалденно красиво. Вон они, красавицы. Все, сейчас иду в магазин. Хочу себе купить йогурт. Хочу купить куриную грудку. И запечь ее в духовке. Со специями. В фольге. Потом мне еще нужно будет забежать в пункт выдачи посылок от Фаберлик. Я там сделала заказ. И мне уже посылочка пришла. Вы знаете, мне одна женщина написала мне одна женщина написала письмо на электронную почту с предложением взять на обзор с предложением взять на обзор товар от Фаберлик. Я, если честно, обрадовалась очень. Почему? Потому что раньше я была зарегистрирована в этой компании и с удовольствием пользовалась всей бытовой химией от Фаберлик. Мне безумно нравились порошки. Все мои родственники пользовались этими порошками. И чистящие средства. Мне очень нравились. Кондиционеры. Отбеливатель шикарный. И крема кое-какие я там заказывала. Но не все. Кстати, для ног очень хороший там крем есть. Настя моя сильно его любит. Даже попросила заказать. Но я в следующей посылочке в следующем заказе обязательно закажу его. Вот. А потом, когда мы переехали а потом, когда у нас началась стройка я, что это дело не закинула. Потому что работала в Красноярске приезжала домой поздно. В общем, короче, не до этого было. И я это дело все забросила. Ну, это же надо было в Сосновоборске ехать забирать. Это все. Мне, конечно, было неудобно. И поэтому, когда мне сейчас позвонила Наталья написала Наталья письмо и сделала мне это предложение я прям была счастлива. Я уже сама думала о том, что надо мне либо старый свой номер остановить либо заново зарегистрироваться. А тут она А к тому же там еще столько много новинок у них появилось. Особенно меня заинтересовала посуда. А самое главное, девочки, даже не то, чтобы посуда, но и посуда тоже. А-а-а! Измельчитель овощей там и всего остального. Я же мечтала маленький купить себе измельчитель. И тоже все ни пора, ни время. Потому что надо в магазины ехать. Времени на это нет. А тут пожалуйста все есть, оказывается Фаберлик. Я даже не знала. В общем, я себе его тоже заказала. Буду тестировать. Расскажу и покажу вам как он работает. Хорошо или плохо. Вот. Ой, конечно, знаю, что сейчас многие будут недовольны. Опять скажут реклама. Ну, девчонки, как вам это объяснить-то? Вот я бы с удовольствием, например, смотрела те видео, в которых идут обзоры той или иной продукции, которая бы мне была бы интересна. Вот я думаю, что и многие из вас есть такие люди, которые что-нибудь бы хотели приобрести. Не горд, что Фаберлик. Вообще, в принципе, много же всяких компаний, да, интернет-магазинов. А сомнения берут. Хороший это магазин или нехороший. Честные там продавцы или нечестные. Дурят или не дурят. Ну, и также по товару, по ассортименту. Хороший этот товар или нехороший. Поэтому сейчас, конечно, лучше делать покупки в интернет-магазинах проверенных. Ну, и товар заказывать, конечно, уже проверенный. Поэтому, вот как для меня, так я даже рада, что есть такие люди, которые предлагают на обзор товар. Потому что вы, зрители, можете все это увидеть и сами, как говорится, своими глазами уже увидеть в деле, да? Тут же, тут же бытовую технику, например, какую-то. либо это вещи какие-то, как у василек, например, да, любимый наш василек. Ну, и так далее. И уже сделать выводы, заказывать, не заказывать, брать, не брать, пользоваться, не пользоваться. Поэтому я очень даже рада, что есть такие видео, где можно это все посмотреть. Поэтому бегу сейчас за посылочкой. Кому интересно, скоро выйдет видео с обзором того, что я заказала. А, кстати, а еще же там всякие новинки и подарки. Ну, короче, покажу, девчонки, все. Все, побежала в магазин и заберу свою посылочку долгожданную. Кстати, не долгожданную, очень быстро пришла. Буквально дня три, наверное, шла. Я три-четыре где-то в атаке, даже удивилась сама. Только заказала, а уже пришло сообщение, что посылка пришла. Но я в пункт выдачи заказывала. То есть, где-то не на почту. Снег пошел. Так здорово. Смотрите, у меня вся шапка в снегу. Очень хорошо. Морозит такой легкий есть. Ну, уже и вечер. Вечеру всегда морозит. Поэтому погодка чудесная. Прям гулял бы и гулял. Стрижкой очень довольна. И покраской очень довольна. Ну, в принципе, я всегда довольна. Мне Алиса всегда все хорошо делает. Так. Что сейчас хочу купить? Грудку я уже сказала. Йогурт куплю. Куплю кефир. Заморожу в морозилке. Сделаю потом творожок и соус. Так. Что еще мне надо купить? Хочу колбасу сделать домашнюю, куриную. Наверное, я еще куплю бедро куриное. Сочками там мясо красное вот это вот порежу. Ну, пойду сейчас смотреть, что там вообще есть в магазине. На что глаз упадет, то и куплю. пока отключаюсь. Вот такая красота еще раз вам покажу, потому что я уже нахожусь в другом месте. Эту площадь я вам уже снимала. Вон там церковь, а здесь площадка для елки и ледяных фигур. Видите, уже елочку начинают ставить, конструкцию уже устанавливают для елки. Скоро фонари вот эти все загорятся. Красиво будет. А мы с вами идем вот сюда. Это у нас дом быта. Здесь много разных сейчас направлений и детских комплексов, и фитнес-клуб. Ну и магазинчики разные здесь есть. И здесь я сейчас заберу свою посылочку от Фаберлик. Потом уже пойду в магазин ближе к остановке. И там уже домой поеду. Ой, красота какая. Какая красота. Все белым-бело. Здесь стройка идет активная. Ну что, я опять пришла не туда, куда надо. Вот такой я житель Сосновоборска. Ничего не знаю. В общем, мне теперь надо идти в Курск, оказывается. Пошла туда. Хожу, брожу, сама не знаю, куда мне надо. Почему-то я думала, что по этому адресу находится дом быта. Оказывается, нет. А я только что иду со стороны Курска. Только что там была. Прям рядышком. Хорошо, что в Сосновоборске вообще в принципе все рядом. Поэтому можно и поблудить маленько. Ничего страшного. Так, надо подумать, где мне дорогу лучше перейти. Так, ну до Сосновобора уже не пойду. Пойду вот здесь, там дальше перейду дорогу. Посмотрите, впереди какой закат. Я думаю, что будет вам видно. Красиво. Только на телефоне смотрится, на камеру смотрится он желтым, да? На самом деле он такой с розового. Остановка наша конечная, автовокзал, скажем так. Так, вот здесь бы мне не шмякнуться. Ой, какой-то дяденька не совсем нормальный едет на Жигулях. Дозует. сильно. Как хорошо. Как красиво. Иду прям наслаждаюсь. Приеду домой, буду готовить грудку. Мне, наверное, еще рукав для запекания надо купить, потому что я про него всегда забываю. А с ним, конечно, очень вкусненько можно все приготовить. Я раньше все время им пользовалась, а потом он у меня закончился, и я про него даже не могу в них, и я про него все время забываю. Вот сейчас куплю, зайду. Симочка. Симочка. Вот она сидит, встречает уже. Встречает. Темно, свет на лестнице не включила. Встречает девчонка. Что там? Шея чешется. Кто там, Васька? Там Васька убежал? Ох, этот Васька. Ой, хочу показать вам, что купила. Так, ну, это я измельчитель от Фаберлик. Вытаскиваю с пакета, потом покажу вам из продуктов, что купила. Так, вот такие вот купила хлебцы хрустящие, имбирь, лимон. Так, купила хлебцы кукурузно-рисовые, розмарин, лен и еще там что-то. Так, вот такие вот яблоко и корица. Я уже в машине одну заточила. Вкусная очень. Так, пачку кефира купила. Девочки, цены, конечно, я не помню. Чека нет. Так, купила вот такую сухую аджику, приправа. Кстати, никогда ее раньше не покупала, не пробовала, хорошая или нет, даже не знаю, но купила. Орех мускатный и паприка молотая. Еще хотела калиандр молотый купить, но не было в том магазине, в другой уже не пошла. А, у меня есть молотый калиандр, по-моему. Это знаете, для чего я купила? Это я буду колбаску делать. А колбаску буду делать вот с куриных, с куриного филе взяла, по-моему, по-моему, сколько стоит, не помню. Не помню, пищенки, 200, по-моему, с чем-то рублей куриное филе стоит. Это я взяла филе бедро, тоже куриное. Так, буду добавлять в колбасу. и взяла куриные грудки. Это я буду бульончик валить, либо запекать. Девчонки, я опять забыла купить рукав. Ну, как вы думаете? Я опять забыла купить рукав для запекания. Ну, что мне, на лбу себе написать, что мне его надо купить? Ну, все время забываю. Ну, прям вот слов нет. Ладно, буду теперь в следующий раз, значит, поеду за рукавом. Так, и я купила еще печень куриная. куриную печень потушу, скорее всего, я с луком и с морковью. Посмотрю, еще не придумала. Может, паштет сделаю печеночный. Пока не знаю еще. Ну, в общем, вот такие продукты я сегодня прикупила. Осталось только приготовить. Вы хулиганы? Вы маленькие хулиганы. Это кто мне диван дерет? Я уже и так вот, чем только не застелила этот диван. Дерет и дерет, дерет и дерет. Настя, по ушам надает тебе? Да? Сима? Сима? Сима Марсима? Хулиганки. Две хулиганки Купила еще пачку вот такого творога. Традиционный обезжиренный 500 грамм. И посмотрите Дику, какой мешок костей. Это все для Дика и для котиков, конечно же, потому что я варю большую кастрюлю. Я уже рассказывала большую скороварку и потом мяско обрезаю и даю котикам вместе с кашкой. Ну и Дик тоже с кашей ест. С бульончиком. Ну вот так. Такие сегодня покупочки у нас. Ведь ты не помнишь почем кости стоят для собаки? 210 рублей. Вот. 210 рублей у нас стоят говяжьи кости. Вот этот пакет 210 рублей. Вот за этот пакет отдал 210 рублей. Я не знаю сколько здесь килограмм. Ты не помнишь? Да я не смотрел. Ты не смотрел. Ну в общем вот за пакет таких вот костей говяжьих 210 рублей мы отдали. Все. Сейчас буду Дикушки варить косточки. косточки и обрезь у меня еще в холодильнике лежит замороженная в морозилке. Что случилось, Сима? Мяу? А что такое мяу? А что такое мяу? Что с девочкой надо сделать? Чтоб она не мяу кала. Что сделать надо с девочкой? Погладить? Погладить надо девочку? Ну давай. Или ты мясо унюхала? А? Ой, она у нас мясная девица. Ну что, вот такой вот цвет волос у меня получился. Я не знаю, будет ли вам сейчас видно при этой лампе. Наверное, при дневном свете надо показывать. Но цвет мне очень нравится. Красивый цвет, такой оттенок прям приятный глазу. Конечно, под шапкой все примялось, поэтому вы на саму прическу внимания не обращайте. Я завтра голову помою и уложу. Все будет хорошо. Будет объемчик и будет как надо. Сейчас, конечно, все прилизано получилось. Но не важно. Все, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Спасибо всем, что вы сегодня были со мной, погуляли со мной, поболтали со мной. Я, конечно же, буду ждать еще и комментариев ваших и ваших лайков я тоже жду всегда. Поэтому не забывайте, пожалуйста, про них. Скоро увидимся. Всем пока-пока, до новых встреч, до новых видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова